Если мои права нарушены, если кто-то возьмет и перепечатает главу из моей книги и выложит ее в интернет, что я могу сделать? Выпадает право нарушения авторских правов. А мы сейчас в какую перейдем тогда область? Охрана или защита? Защита. В охрану защиты, конечно. Уже нарушено. А что нарушено за право мое? Что нарушено? Авторское право. Какое? Что конкретно? Какое право мучает? Распространение. Конечно, право использования любым непротивореченным, это мое право, это я могу выкладывать в интернет. Никто другой не может. Но вот это произошло. Я, значит, напечатали экземпляров моей книги, там несколько тысяч, кто-то взял, но я не хотела в интернет. Есть у меня такое право не хотеть в интернет? Есть, конечно. Потому что ничьи права не нарушаются, а, собственно, я так хочу. Мне как автору такое право принадлежит. Но вот что-то произошло. Выложили в интернет. Переходим в область защиты. Логически. Потом я расскажу вам, какие есть способы защиты. Они легально установлены законодателем. Перечень открытый. То есть, давайте сейчас пока, в принципе, подумаем о том, а что я могу сделать для защиты. Смотрите, когда мы говорим о защите, давайте всегда отталкиваться от того, какую цель я преследую. Я не хотела, чтобы выложили в интернет. Это произошло. Как я могу защитить, восстановить свои права? Что бы вы сделали? Ну, вот так, посмотри. Все просто. Даня написал прекрасную песню. Показал ее Арман. Арман говорит, слушай, какая крутая песня. Хочу произведение, впечатление произвести на кого-нибудь. На Галину. Давно она мне нравится. Выложил, залил на YouTube. И подписался. Я Арман, это моя песня для Галины, например. А Даня сидит и грустит. И думает, а что же мне со всем этим терделом? Не хотел я выкладывать на YouTube. Нужно обратиться к YouTube. Но без деталей. Вот детали, как бы, мы не знаем с вами. Давайте вот в принципе что-то. И они Армана могут забанить. Да, могут. То есть, мы убрать из сети интернет, первый момент, да? Мы можем прибегнуть такому способу защиты, как, как это происходит, этот другой вопрос. Мы можем потребовать убрать из сети. Правильно? Да. Вот же он, иван, 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 иван. Нарушитель пришел. Не важно. Так. Хорошо. Дальше что? Еще что? Будем как-то еще? Ну, может, не... Смотрите, он ваше право нарушил. Вы не хотели, чтобы оно было в сети. Оно бы было в сети. Его посмотрела очень... Отличная песня у Дани получилась. Миллион просмотров собрал за сутки. Некоторые же могут, ну, запомнить эту песню или сразу записать. И то есть, если даже этого человека забанивали, у... Например, миллион посмотрел эти миллионы. А еще и скачал. И скачал, уже есть этот текст. А если эти миллионы просмотров можешь деньги получать, на что привык. Кто будет деньги получать? Я. Арман. Арман. Я говорю. Нет, может, тебя забанили, ты можешь у администрации попросить те деньги, которые много смотрели вот эти вот люди. Настя, не нужно сейчас говорить технические какие-то вещи. Потому что мы их не знаем с вами, пока мы не проходили это. Там есть свои определенные процедуры. Нам сейчас надо, в принципе, понять. Вот ваше право нарушено. Право ваше на нематериальный объект. Что мы вообще можем с этим сделать? Да, мы убрали из сети. Еще что-то мы можем? Как вы считаете? Компенсацию. Потребовать компенсацию. Конечно. Ведь наше право-то нарушено. Мы можем потребовать компенсацию. Вот это следующий принцип, к которому мы подошли. Мы сегодня с вами, когда обзорно так, как я говорю, да, по касательной проходимся, мы обсуждаем какие-то принципы. О чем мы уже говорили? Первый базовый принцип – право собственности на материальный объект еще не дает вам прав на объект интеллектуальной собственности. Мы говорили о том, что использовать можно только с согласия правообладателя. И молчание, конечно, по общему правилу с согласием не является. Сейчас мы подошли к третьему принципу регулирования этих отношений. Это как раз о компенсации нарушенных прав. Вообще, в принципе, в гражданском законодательстве это для всех рабочий принцип. Ваше право нарушено, надо его как-то компенсировать. Поскольку право частное, право гражданское, в первую голову, конечно, на 90% речи идет о деньгах. Это понятно. Все идет у нас, компенсация идет за счет восстановления именно либо в деньгах, либо в натуре восстановления. Так вот, смотрите, в гражданском праве для объектов вечного права, уже понимаем, да, вечного права, это объекты материальной собственности. Уже, видите, я с каждой лекцией, наверное, вы стали замечать, использую больше терминологии. Но я так поняла, что вы уже ухватываете. Если, и уже мы начинаем с вами постепенно переходить на профессиональный язык. Если где-то непонятно слово, вы меня остановите, мы его лучше разберем. Легче будет так плавно входить вам. Итак, смотрите, в гражданском праве для всех других правоотношений действует принцип компенсации один к одному. Ну, допустим, ваше право нарушено на 100 рублей, в результате нарушения вашего права вы понесли убытки на 100 рублей. Вернемся к ситуации с рестораном. В результате того, что вы не смогли отметить 8 марта, вот, правоотношения, которые группа нам задавала, вы понесли убытки. Мы их все посчитали, и пускай и моральный там посчитали, все-все-все посчитали, и насчитали себе со всеми санкциями 100 рублей. Принцип компенсации, ресторан заплатил вам 100 рублей. А вот когда мы говорим о правовом регулировании интеллектуальных прав, законодатель отходит от этого принципа и делает двойную компенсацию. А как можно это, как мы, типа, там, картины, или там, распространение, как можно ее ценность расценить? Еще раз? Ага, ну, говори, говори. Ну, как можно ее ценность расценить? А ты имеешь в виду, как оценить ее ценность? Как оценить? Ну, послушай, ценности, это же разные, да, если мы говорим, сколько стоит эта картина? Мы не говорим об этом, да, украли картину. Мы говорим о том, что кто-то взял наше произведение и куда-то выставил на всеобщее обозрение об этом. Как оценить? Вот, сейчас скажу первый блок, закончу мысль, потом к этому перейду. Первое, что нам надо понять, законодатель сейчас очень строго следит за регулированием права на объекты интеллектуальной собственности, поэтому отходит от традиционного принципа компенсации один к одному, а говорит, компенсируй в двойном размере. Теперь вопрос закономерен, как? Как оценить? Так вот, если убытки оценить возможно, в некоторых случаях возможно, ну, например, если мы будем говорить о таком произведении, как картинка какой-то, вот очень сейчас популярный, там, не знаю, Маша и Медведь, у них куча рисков. Маша и Медведь, литературные персонажи, художественные персонажи. Или, знаете, даже вот возьму этот, господи, вылетело из головы, мерч, промо, там, выходит какой-то мультик или фильм, и начинается целая куча вот этой вот промо, ну, как она называется, вот или нет, ну, идет вот, ну, смотрите, кто в мультике, на каком был, ну, Муана, да, допустим, Муана, вот сейчас мы идем, и везде фигурки Муаны, там, платье Муаны, это же тоже интеллектуальная собственность, все. И вот я, только я, как автор, ну, там, в данном случае, конечно, идет правообладатель, там, киностудия им обладает правами и так далее, только они могут это сделать. Грубо говоря, вот в России, какое сейчас типичное нарушение, очень популярны мультики Маша и Медведь, и права на вот эту картинку принадлежат определенной компании. Но вы, китаец, сидит у себя дома и нашлепал этих Маш с Медведями на футболках, и мы идем на любой рынок, и мы видим там миллион этих футболок. Девочки видят, у них глазки горят, мамы им покупают Маш с Медведей, да, Как мы оценим? Мы оценим так. Мы скажем, сколько стоит одна футболка? Футболка одна стоит 100 рублей. Мы умножим на 100 рублей, потребуем 200. Диск пиратский, песня, да, вот сколько там у меня стоит. То есть, смотрите, вот этот принцип, а, нет, это я сейчас вам... Ну, это вот к вопросу, если можно оценить убытки. Вот с этими футболками можно. Здесь понятно. Существуют определенные ситуации, когда оценить убытки можно. Теперь второй вопрос, а если нельзя? А если нельзя, законодатель устанавливает вилку, то есть такой предел от сих до сих. Он говорит, от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Вот в этих границах, либо ты оцени убытки, и тогда в двойном размере умножим на 2 и взыщем, ну, в России, мы говорим о защите в России, либо от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, пожалуйста. Но суть в том, что понятно, что каждый скажет 5 миллионов за футболку с Машей. И это на ваш выбор. Либо убытки, но тогда надо доказать их сумму, либо сказать, вот я прошу там 300 тысяч, или 500, или 5 миллионов. Решать, какую же цифру вам присудить в качестве компенсации, будет кто? Как вы думаете? Владимир. Да. А, решать? Да, кто примет окончательное решение, вот какую удовлетворить сумму? Сумму. Все правильно. Потому что за защитой нарушенных прав, если они добровольно не удовлетворяются, мы всегда идем в сумму. Вот мы сейчас с вами уже эту схемку немножко себе в голове рисуем. Мы идем в сумму. И окончательное решение, какую же сумму вам присудить, будет суд решать. 10 тысяч, 5 миллионов рублей, или где-то посерединке остановиться. А теперь подумайте, из чего должен исходить суд, чтобы решить? 10 или 5? От уровня вот этого вот нарушения, да. А вот уровень нарушения, из чего будем исходить? Ну типа на одном сайте. От популярности, наверное. От всего мира, наверное, вот так? Ну, да, объем нарушения, конечно. А популярность вот этого тоже. Да, вот эти все вещи. То и будет учитываться много элементов, но я почему этот задаю вопрос? Есть опять же определенный принцип, который вот работает в гражданском праве всегда. Разумность и справедливость. Да? Можно запросить за какую-нибудь там ерунду незначительную, ну все свои 5 миллионов, но суд не выполнит свою функцию. Задача суда какая? Восстановить справедливость. Конечно, давайте мы об этом не будем никак разговаривать. Суд больше, типа, да, это вот еще у него там 100 рублей, а они тебе 5 миллионов. Может ли суд выйти за пределы? Нет. Нет, в смысле не за пределы? За пределы требования, которым вы просите, нет. А, да? Это уже у вас будет процессуальное право, если будет. Есть такой принцип. Задача суда не выходить за рамки требований. Почему? А ну-ка давайте сообразим. Ведь это же ваше право. Это ваше право потребовать 5 или 15 или 3, или вообще не обратиться с иском в суд. Отталкивайтесь от того, что это ваше право, ваше волевое решение. Вот это важно. И на этом построен принцип того, что суд не может выходить за рамки заявок и требований. Ну, не все так просто. На самом деле просить 5 лямов, значит, просить и платить госпошлину, исходя из 5 лямов. А удовлетворят на 500 тысяч. А сколько процентов госпошлины? Ну, есть определенный процент, надо посчитать. Она достаточно адекватна, но она зависит от суммы. Ну, понятно. Она зависит от... Не могу на вскидку сейчас, но допустим. Так, я считаю уже давно в программе. Поэтому, поскольку не считаю, уже не знаю. Ну, так, на вскидку попробую сказать. Например, если вот, чтобы понятно соотношение было. Просите взыскать там 200 тысяч, госпошлина 10 тысяч. А, нормально. 12 тысяч. Ну, вот примерно, да? Ну, вот такая вот история. Понятно. Для таких объектов, текст, музыка, не нужно никаких официальных государственных действий. Не нужна никакая государственная регистрация. Не нужно получать никакой патент. Не нужно ничего. Вы становитесь автором, и у вас появляется весь объем прав на ваше произведение с того момента, когда вы его создали и вовне как-то объективировали. То есть, спели, записали на диск, там, в компьютере напечатали, от руки на листочке написали, понимаете? Даже просто продекламировали стихотворение. Как только вы это сделали, все, все права на это произведение принадлежат вам. Понятно? Это на такие вот результаты интеллектуального труда, как произведение литературы, музыки. Конечно. Это гражданское право. Все верно. Литература, искусство и так далее. Песни и прочие стихи. Есть другие объекты, такие как изобретение. Все знают, понимают, что такое изобретение, да? Изобретение, полезные модели, образцы, мы об этом будем говорить на следующей паре. Вот для них, чтобы получить права, нужна регистрация, нужно получить патент. Все. Не на все объекты интеллектуальной собственности нужны патенты. Продолжение следует...